Когда-то, как выяснилось уже три года назад, был такой курс по моему предложению, но это было всего несколько лекций про близкие мне модельные объекты из числа животных. А стимулом к этому новому курсу послужила идея прекрасного, замечательного сайта «Биомолекула», которая решила издать календарь, посвященный модельным объектам. Ну и в году, как известно, 12 месяцев. На каждый месяц был выделен один модельный объект, или два в некоторых случаях. Я в конце лекции расскажу, что это за модельные объекты. Ну и вот Центр Архе решил на основе этого календаря сделать курс, посвященный именно тем модельным объектам, которые в этом календаре присутствуют. Значит, что это такое? Что такое вообще модельный объект? Модельный объект – это какой-то организм, на котором можно изучать биологические процессы с двумя основными целями, с двумя основными задачами. Одной целью может быть установить вообще какие-то общие закономерности, которые касаются всех живых организмов, которые можно перенести на все живые организмы. Это часто удавалось, действительно выяснив какую-то закономерность на одном объекте, впоследствии доказать, что она касается всех живых организмов в целом. С такими примерами мы столкнемся. Ну и другая задача – это перенести полученные результаты на человека. То есть можно сказать, что во многих случаях модельные объекты являются моделью человека. Как ни странно, тоже во многих случаях это удается, даже если речь идёт про такие простые организмы, как кишечная палочка или дрожжи, то есть одноклеточные организмы. И такие примеры я тоже приведу. Ну и вот что считать модельным объектом, на самом деле тоже не так однозначно. Какой организм может считаться подходящим модельным объектом? Ну одна идея, как в настоящей модели, в каких-то других областях, что такое модель – это упрощение реальности. Поэтому давайте возьмём организм, который устроен попроще человека и попробуем выяснить какие-то важные закономерности на нём, потому что это проще, его изучать проще, чем человека. То есть модельными объектами могут быть названы более простые организмы по сравнению с теми, про которые мы что-то хотим выяснить. А другая точка зрения или другое определение модельных объектов заключается в том, что это такие организмы, которые просто уже очень хорошо изучены и для которых хорошо разработаны инструменты исследований. И вот сейчас, когда говорят про модельные объекты, обычно имеют в виду именно такие организмы, которые хорошо изучены и для которых есть эффективные методы исследования. Ну такие модельные, какие-то модельные организмы были всегда. И понятно, почему. Потому что в разные эпохи, в разной степени, но в общем-то всегда то, что мы хотим выяснить относительно человека, легче установить на животных. С человеком достаточно много возни по разным соображениям. По этическим, по религиозным, по техническим, во многом по-генетическим. На одной из лекций мы будем довольно много, например, говорить про то, что нужно, и сегодня я про это упомяну, что нужно часто использовать в работе на модельных объектах чистые линии, то есть генетически однородную популяцию животных. Ну понятно, что человек тут не подходит. У человека бывают пары генетически идентичных людей, близнецы их используют, используют близнецовый метод, но получить чистую линию людей невозможно никакими силами. А если говорить про такие трудности этические, религиозные и так далее, достаточно сказать, что очень длительное время в Европе было вообще запрещено вскрывать трупы людей. И это приводило к различным курьезам. Например, многие ученые начала нового времени, конца Средневековья вскрывали вместо людей животных, описывали строение их органов, и на основании этих вскрытий составляли себе представления о том, как устроены органы у человека. Ну а понятно, что если вы вскрываете там корову, то у нее какие-то органы могут быть устроены все-таки существенно иначе. И в связи с этим бытовали совершенно фантастические представления об анатомии человека. Поэтому, когда надо было выяснять какие-то, допустим, анатомические детали, то в основном, естественно, эти эксперименты тоже ставились на животных. Ну вот, для примера, английский ученый, врач Уильям Гарвей, который открыл основы кровообращения, понял, что сердце перекачивает кровь по замкнутому циклу, в основном ставил свои эксперименты на собаках, потом он опубликовал свои исследования. Через некоторое время он был назначен придворным врачом английского монарха Карла I, которого впоследствии казнили, прикромвили. У Гарвея там возникли даже сложности в этот период. Он получил доступ к Королевским паркам и занимался скрытиями на оленях благородных. Не очень такой обычный модельный объект, но вот для этого ученого он оказался доступным, и он использовал его. Кроме исследований кровообращения, он занимался еще изучением развития животных и пытался, хотя и безуспешно, найти яйцеклетку млекопитающих, потому что одной из его основных идей, которая вот здесь вот указана, вот проиллюстрирована этими вот картинками из его книги, была идея, оказавшаяся впоследствии неверной или не совсем верной, о том, что все животные должны обязательно начинать свое развитие соплодотворенного яйца. Но это была важная идея, которая сыграла заметную роль в науке. Ну а уже ближе к нашим дням появился, можно сказать, первый настоящий модельный объект, который до сих пор занимает почетное место в ряду модельных объектов, и я собираюсь рассказать про него, хотя его и нет в этом календаре, на заключительной лекции нашего курса в конце мая это был пресноводный полип гидра. Вот ученый швейцарского происхождения, работавший в Голландии, начал активно изучать эту гидру, и это был как раз один из первых случаев, когда представление Горвея о том, что все животные обязательно начинают с развитием соплодотворенного яйца, было опровергнуто, поскольку гидра может размножаться почкованием, вегетативным путем, ну а кроме того, как известно, может восстанавливаться после разрезания ее на мелкие части. И Трамбле, в общем-то, первым открыл регенерацию гидры. Это была настоящая всеевропейская научная сенсация того времени, XVIII века. И это казалось настолько невероятным, что первоначально Трамбле, проведя свои опыты, убедившись, что у гидры есть регенерация, решил, что это растение. Но потом все-таки оказалось, что это не так. Вот. Ну и позднее, в общем-то, любой ученый-биолог должен был выбирать для себя какой-то объект. В каких-то случаях эти объекты оказывались более удачными, в каких-то менее. И выбор этих модельных объектов исходно мог диктоваться совершенно случайными внешними обстоятельствами. С этим мы тоже не раз столкнемся. Вот, например, Грегор Мендель, который интересовался именно общими законами наследования признаков, и которому удалось их открыть, первоначально собирался ставить свои опыты на мышах. И даже завел себе мышей, и начал было ставить опыты по их скрещиванию. Но хотя монастырь, где он трудился в городе Брно, был таким очень прогрессивным, и многие монахи там занимались наукой, и здесь начальство сказало ему, что заниматься таким делом, как скрещивание мышей в стенах монастыря нельзя. И тогда он решил сменить свой модельный объект и выбрал довольно удачное, как оказалось впоследствии, для своих экспериментов растение, обыкновенный горов посевной, что, к счастью, не помешало ему. Ну а впоследствии судьба этого открытия сложилась в некотором смысле довольно трагически, потому что он разослал оттиски своей работы разным крупным ученым, сам он все-таки не был профессиональным ученым. И большинство ничего не поняли, кто-то, многие, видимо, его работу вообще не прочитал. Но один из ботаников, который прочитал эту работу, Карл Негеля, посоветовал ему повторить эти опыты на другом виде, потому что было неочевидно, что это касается всех растений или всех живых организмов. Сам Негеля работал с ястребинками, такими растениями, похожими на одуванчик. И Мендель стал пытаться повторить свои эксперименты на ястребинках. А для того, чтобы это сделать, нужно было выщипать тычинки из каждого цветка. Представляете себе? Соцветия одуванчика, да, сколько там цветков, насколько это трудоемко. В общем, подтвердить эти результаты не удалось, и научная работа Менделя во многом из-за вот этого неудачного выбора его второго объекта заглохла. И только через 35 лет его законы были переоткрыты и стали широко известными. Ну и, конечно, совершенно неочевидно было во времена Менделя, что какие-то результаты, полученные на горохе, какие бы то ни было, хоть какие-то, вообще можно перенести, например, на человека. Ну, а что, в общем, вроде бы между горохом и человеком, да? Мендель сделал свое открытие через несколько лет после того, как вышла свет книга Дарвина «Происхождение видов». Наверное, лет через 5-6 вот выпустил свою статью. Но взгляды Дарвина еще, в общем-то, не стали вообще принятыми. только после того, как стало ясно всем биологам, что многообразие живых организмов это результат длительной эволюции и что у всех живых организмов когда-то были общие предки, стало более понятным, почему некоторые результаты, полученные на кишечной палочке, горохе, дрожжах, каких-то других организмах, можно переносить на человека. Это связано с тем, что от общих предков все живые организмы усвоили общую генетическую программу, которая с течением времени, конечно, сильно модифицировалась в зависимости от того, насколько давно эти общие предки существовали. А вот здесь вот видно, что общие предки там человека и мыши существовали сравнительно недавно, хотя что такое недавно, это тоже для эволюции понятие растяжимое. На самом деле общие предки грызунов и приматов жили, видимо, больше 60 миллионов лет назад. Это для эволюции недавно. И поэтому геном человека и мыши различается всего там на какие-то первые проценты, там на 5 процентов. Правда, это касается тех его частей, которые кодируют белки. Кодирующая последовательность различается гораздо сильнее. Дальше от человека находятся другие позвоночные, тут уже различия исчисляются десятками процентов. Еще дальше находятся насекомые и нематоды, к которым относятся главные модельные объекты среди беспозвоночных. Но даже вот в этом случае, видите, сходство белок, кодирующий ДНК между человеком и мухой, между человеком и круглым червем, даже между человеком и дрожжами, составляет там около половины. То есть, как минимум, половина генов у нас общая с дрожжами и 95 процентов или больше общих генов с мышью. Ну, понятно, что если у нас гены унаследованы от общих предков, во многих случаях взаимозаменяемые фактически, то они отвечают за какие-то белки, которые выполняют в наших организмах сходные функции, а нас прежде всего интересует, что это за функции. И выяснить мы это можем, работая на мышах, а во многих случаях и на мухах или нематодах, круглых червях. Вот. Ну, а то, о чем я уже говорил раньше, то, что понимается подмодельным объектом сейчас, помогает ускорить этот прогресс науки, к тому же, потому что если кто-то будет выяснять, за какие функции отвечают белки на мышах, кто-то будет там работать на хомяках, кто-то на кошках, кто-то на собаках, то усилия будут распыляться. А если большие коллективы ученых, которые имеют серьезное финансирование, будут, что называется, долбить в одну точку, то, естественно, многие проблемы удастся на самом деле решить быстрее. Хотя у этого, как вы понимаете, есть оборотная сторона, потому что львиная доля средств, по крайней мере, до последнего времени, выделялась именно на исследование узкого круга модельных объектов. Ну, и многие другие интересные объекты, на которых можно было бы установить что-нибудь новое, неожиданное и, вполне возможно, очень полезное, значит, изучались по остаточному принципу. Фактически получить деньги на исследование какого-то немодельного объекта было достаточно сложно. Ну, и сейчас остается, в общем, тоже сложно. К этому мы еще подойдем. Вот. Ну, и когда говорят, какой должен быть идеальный модельный объект, то некоторые вещи достаточно очевидные. Понятно, что хорошо, если его можно содержать без особых затрат в лаборатории, если он занимает немного места, то есть это небольшой организм, там, трудно работать на китах или слонах, если его легко прокормить, он не требователен к пище, если он, что особенно важно для современной, такой высококонкурентной науки, быстро размножается, имеет высокую плодовитость, высокую скорость смены поколений. Вот. Ну, и в наше время еще, как я уже говорил, очень важно, чтобы у этого организма были чистые линии, чтобы у него было достаточно много мутаций и коллекций мутантных чистых линий, и для всех модельных объектов, серьезных такие коллекции существуют, чтобы у него был полностью расшифрован геном, такое требование к модельным объектам фактически возникло в конце 20 века, и чтобы с этими организмами можно было проводить разные генетические манипуляции искусственные, имеется в виду и скрещивание чистых линий, и там методы генной инженерии, о которых мы поговорим, когда речь дойдет до конкретных модельных объектов. Но, с другой стороны, понятно, что не может быть модельного объекта, который одинаково идеален для любых исследований, потому что для генетики, например, требования одни, это прежде всего наличие чистых линий и возможность генетической трансформации, для биологии развития другие, например, гораздо проще эмбриологам исследовать организмы, у которых наружное оплодотворение, а не которые развиваются где-нибудь в утробе матери, проще заниматься эмбриологией на морских ежах, чем на мухах или млекопитающих. Поэтому действительно морской еж – это один из важнейших модельных объектов биологии развития, эмбриологии. Ну а из позвоночных – это были в первую очередь амфибии, лягушки и тритоны, ну и рыбки, о которых я чуть-чуть скажу потом. Если это эволюционная биология, то важно, чтобы была возможность наблюдать за большими популяциями, сравнивать лабораторные популяции, природные. Достаточно полезно, конечно, для исследований, если у такого объекта будет быстрая смена поколений и высокая плодовитость. Если это, например, нейробиология, то тут есть свои специфические требования к модельным объектам. Но, оказывается, все эти требования – это все-таки не главное. Все-таки главным требованием к модельному объекту, для того, чтобы он действительно вошел как модельный объект в науку, служит то, чтобы он был, является главным требованием в то, что он был для какого-то гениального или хотя бы выдающегося ученого интересен. Вот, например, есть такой достаточно известный модельный объект «Слезевик диктиостеллиум дискоэдеум». Замечательный модельный объект. Замечательный он тем, что это многоклеточный организм, у которого многоклеточность совсем другая, чем у нас, многоклеточных животных. Значит, эти слезевики, на вот этом слайде это лучше видно, живут при наличии пищи в почве и представляют собой просто одноклеточных мелких почвенных амеб, которые питаются бактериями. А если пища заканчивается в каком-то участке лесной подстилки, где они обитают, то тогда все эти амебы начинают сползаться в такую кучу. Сначала образуется плоский блин, потом он вытягивается в виде такого пальца, потом этот палец ложится на бок и ползет к свету, выползает на какое-то более сухое место, потом снова превращается в такой блин. Эта стадия называется «мексиканская шляпа». А потом из этой «мексиканской шляпы» постепенно развивается плодовое тело на ножке, и все это время клетки остаются соединенными, но не сливаются. Такие слезевики называются клеточными. То есть вот на этих стадиях это настоящий многоклеточный организм. Ну а потом вот часть этого плодового тела, подставка и ножка гибнет, а из спор, которые созревают в плодовом теле и разносятся ветром, влупляются новые поколения амек. Это бесполая часть этого цикла. На самом деле у него есть там еще и половое размножение. Ну и вот, ну мало ли таких там удивительных организмов, которые на нас не похожи. С чего это вдруг этот дектиостелиум должен был стать модельным объектом, и клеточные биологи, генетики, эмбриологи вот его активно изучают. Ну так вышло, что маленький мальчик заинтересовался биологией, и потом там кто-то из его учителей увлек его изучением слезевиков. И вот этот маленький мальчик, Джон Боннер, стал выдающимся ученым. Он прожил очень долгую жизнь, умер недавно в возрасте почти 100 лет. За эту долгую жизнь он трижды был деканом биологического факультета Принстона. И он оказался таким образом крестным отцом вот этого модельного объекта. Ну а кроме того, что у этого модельного объекта должен быть такой вот выдающийся крестный отец, нужно, чтобы у него еще был активный характер, и чтобы он к своей работе привлек своих учеников, коллег, чтобы он активно распространял свои идеи, чтобы всем хотелось с ним сотрудничать, чтобы этим объектом начали заниматься другие лаборатории. И тогда вокруг него создается сообщество ученых. И вот тогда-то возникает вот этот вот эффект положительных обратных связей, когда они обмениваются идеями, обмениваются своими данными, обмениваются коллекциями мутантов, обмениваются всем, что можно, сосредотачивают свои усилия и быстро продвигаются в определенном направлении. Вот. Это к какому-то его юбилею на него, видите, коллеги там нарисовали карикатуру, какой у него был жизненный цикл, что в конце концов он дорос до почетного профессора Принстонского университета, ну и стал там распространять какие-то свои идеи учеников. И если на тебя рисуют карикатуры, то этому надо радоваться. Хотя не все это понимают. Но в большинстве случаев. Да, и до сих пор этим модельным объектом занимаются в основном те, кого интересует биология развития и некоторые процессы функционирования клеток. Но не только. Вот. Например. Тут есть такая проблема у таких вот многоклеточных организмов, что одни амебы могут обманывать других. Но никому не хочется делать ножку и подставку, всем хочется передать свои гены следующим поколениям, да. Но если все амебы не захотят делать ножку и подставку, то не будет распространения спор. Ну и вот там идет такая довольно сложная эволюционная игра, которую изучают эволюционные биологи. Ну вот о генетике, например, установили не так давно, какой это год, 2010-й, научные новости публикуются на другом замечательном сайте, элементы, очень вам его рекомендую, что у этого грибообразного организма три пола, у грибов довольно много. Полов бывает и 33. Удалось расшифровать, какие конкретно гены отвечают за определение пола у диктиостелиума. Выяснилось, что в плодовых телах диктиостелиумы часто внутри оказываются бактерии, и, в общем-то, можно сказать, что этот организм их культивирует. Потом эти бактерии налипают на споры, и когда споры распространяются, то в новом месте обитания есть уже пища для будущих поколений амеб. Этим тоже активно занимаются, ну и так далее. Так что по этому модельному объекту публикуются всякие обзоры, в основном по биологии развития и так далее. Но и так бывало не так уж редко, не так уж редко случалось, что какой-то особенно активный ученый создавал для себя модельный объект сам. Вот редчайший на самом деле случай, когда Нобелевскую премию по физиологии или медицине, как она называется, так называется Нобелевская премия, по биологии получили ученые, которые занимаются поведением животных. В общем, полевые биологи. Кажется, это вообще единственный такой случай. Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за то, что ему удалось разгадать язык танца пчел. Он сделал своим модельным объектом медоносную пчелу, домашнюю, апес мелифера, и всю жизнь ее изучал. Конрад Лоренц работал на разных объектах, но главной его любовью всей его жизни и главным его модельным объектом были дикие серые гуси, ну, очень необычный модельный объект. Ему удалось установить очень важные закономерности поведения животных, в первую очередь инстинктивного при изучении этого модельного объекта. Ну, а его многолетний друг Ника Тинберген в основном работал на серебристых чайках, хотя он изучал и другие всякие модельные объекты, ОС там и прочих. Оказалось, что изучая таких вот животных, которых никто в лаборатории вообще не держит, иногда тоже удается открыть важные общие закономерности. Ну, и изменения биологии и отношения к модельным объектам были довольно существенными во второй половине XX века, а потом свои очередные изменения произошли и в XXI веке. Ну, что изменилось во второй половине XX века? В общем, первый раз, пожалуй, получилось так, что наука стала таким вот массовым социальным явлением. Очень сильно увеличилась армия ученых, просто стало их гораздо больше. Достаточно... Подождем. Достаточно заметно увеличилось финансирование, появилось более дорогое и сложное оборудование, ну и очень резко выросла конкуренция просто в научной области. До этого многие ученые не только в Советском Союзе, но и на Западе могли долгое время спокойно сидеть в своей лаборатории, все время заниматься там какой-то своей темой, получая зарплату. После этого наука сильно изменилась, появилась грантовая система поддержки. Для того, чтобы получить следующий грант, надо завершить исследование, опубликовать свои статьи, иначе ты потеряешь работу. В общем, ситуация стала такой более напряженной. Это далеко не всегда шло науке на пользу. Ну и отчасти в связи с этим начались поиски таких модельных объектов, которые позволяли просто ускорить биологические исследования, быстрее получать результаты. Ну, например, у Мендули некуда было торопиться в своем монастыре, и его опыты по скрещиванию гороха длились 8 лет. Первые два года он вообще там давал этому гороху самоопыляться и отбраковал все сорта, которые ему прислали, но которые не оказались чистыми линиями, а потом там скрещивал горох, ну и год ждал урожая, потому что в основном у него там была какая-то маленькая оранжерейка, в основном он выращивал горох в открытом грунте, а он, естественно, дает один урожай в год. То есть следующего потомства и результатов скрещивания приходится ждать год. В 20 веке, во второй половине 20 века физиологов растений, генетиков уже не устраивали такие темпы, и поэтому начались поиски более подходящего модельного объекта, и таким модельным объектом оказался сорняк арабидопсис талиана, по-русски он называется резуховитка талия. О нем будет специальная лекция, так что сильно спойлерить я не буду, но, в общем, вот прорастание из семени и до того момента, когда это растение дает следующий урожай семян, проходит меньше двух месяцев. Полтора, может быть, два месяца в зависимости от температуры. То есть за год можно получить шесть, может, при каких-то условиях десять урожаев семян, десять поколений растений. Ну, довольно важно, конечно, это. Если в конце 19-го, в начале 20-го века Иван Петрович Павлов мог спокойно изучать механизмы пищеварения и выработки условных рефлексов на собаках, то во второй половине 20-го века таких исследований стало уже гораздо меньше, хотя были люди, которые продолжали работать на собаках, кошках, других таких вот крупных млекопитающих. Но основными модельными объектами среди млекопитающих стали мыши и крысы, потому что, в первую очередь, опять-таки, они гораздо быстрее размножаются, но их легче и дешевле содержать в лаборатории. Это понятно. Ну, а кроме того, за это часто критикуют современную биологию, часто ученые сосредотачивались на том, чтобы выяснить какие-то тонкие механизмы, тонкие детали работы клеток или каких-то систем органов, каких-то физиологических процессов, каких-то генетических процессов. Часто биологов за это критикуют, что они якобы за этими деревьями леса не видят и не вырабатывают никаких сейчас новых таких всеобъемлющих теорий, концепций, что вообще вся биология погрязла в деталях. Ну, трудно сказать, насколько это справедливо, потому что без деталей обойтись тоже сложно. А если мы изучаем какие-то детали разных процессов, то очень важную роль приобретает проблема воспроизводимости данных. злые языки говорят, что из тех статей, которые публикуются в ведущих научных журналах, там Nature и Science, результаты чуть ли не половины статей впоследствии в других лабораториях не воспроизводятся. То есть публикации эти слишком поспешны и не подтверждены надежно. Для того, чтобы данные были воспроизводимы, в первую очередь нужно работать на генетически однородном материале, на чистых линиях животных. И, в общем-то, все модельные объекты, за редким исключением, которые стали вот такими топ-моделями второй половины XX века, обязательно были представлены этими чистыми линиями, не исключая и мышей. Оказывается, в результате близкородственных скрещиваний в течение долгого времени у млекопитающих тоже можно получить полностью генетически однородную популяцию животных. На этом сайте элементы есть не только новости науки, но есть и другие разделы, в частности, задачи по биологии, которые я иногда сочиняю. Вот одна из таких задач была как раз посвящена проблеме воспроизводимости данных. Вот, там есть одна и та же чистая линия мышей, у которой отключен некоторый ген в мозге, на мышах это удается сделать, или там видоизменена работа гена, так тоже можно. Их сравнивают с обычными мышами в трех лабораториях. И в одной лаборатории оказывается, что у этой чистой линии повышенная тревожность, в другой лаборатории выясняется, что у тех же самых мышей по сравнению с нормальными пониженная тревожность, а в третьей лаборатории оказывается, что у них такая же тревожность. Она достоверно не отличается от мышей нормальной линии. Как же так? С чем это может быть связано? Что с этим вообще делать? Может быть, вообще дальше заниматься наукой не имеет никакого смысла? Вот можно посмотреть на этом сайте, с чем такие странные, на первый взгляд, результаты могут быть связаны, чего ученые могли недоучесть. Ну и тут тоже возникают своеобразные проблемы, потому что на самом-то деле нас интересуют, конечно, и настоящие мыши, которые живут в жилищах человека, нас интересуют и настоящие крысы. Это достаточно важный и во многих случаях опасный синантропный вид, возможный переносчик опасных болезней человека. Сейчас серая крыса с человеком распространилась на всех континентах, кажется, не исключая даже Антарктиду. Вот. В какой степени результаты, которые получены на вот таких вот лабораторных чистых линиях, часто, кстати, неизвестного происхождения еще, можно переносить на дикие популяции животных. Это одна из проблем, но ее, конечно, тоже ученые пытаются решать, пытаются какие-то исследования проводить и на нормальных диких популяциях. Вот. Одно из объяснений, тут, оказывается, есть тоже спойлер про эту задачу, того, почему результаты в разных лабораториях, при работе на одной и той же линии мышей, могли оказаться противоположными, заключается в том, что мыши не во всем похожи на человека. В частности, у них гораздо лучше развито обоняние. У нас обоняние все-таки очень плохое, может быть, к счастью, учитывая то, в какой среде нам приходится жить. А у мышей, по сравнению со многими другими млекопитающими, обоняние очень хорошее, и, оказывается, мыши прекрасно различают запах мужчин и женщин и по-разному на него реагируют. Мыши вообще животные такие замкнутые, довольно аутичные. Я про это еще буду рассказывать на одной из лекций, потому что мы будем сравнивать мышей и крыс. Крысы, они, оказывается, более общественные, такие общительные, а мыши довольно аутичные, и запах чужого самца, мыши, для самок мышей это очень сильный стресс. Но вот, оказывается, на запах мужчин они тоже реагируют. И это тоже для них не такой сильный, но тоже довольно заметный стресс. И если в одной лаборатории с ними работали лаборанты мужчины, а в другой лаборанты женщины, то в той лаборатории, где работали мужчины, у этих мышей тревожность могла повыситься просто по этой причине. Вот такие вещи приходится иногда учитывать. Ну, в будущем, наверное, эта проблема будет решена за счет того, что, по крайней мере, такие вспомогательные функции, там вынуть мышь из клетки, посадить ее куда-то в то место, где с ней проводят исследования, испытания, вместо людей будут делать робот. У них, конечно, тоже может быть разный запах смазки, но это легче унифицировать. Кроме стандартных таких модельных объектов, уже во второй половине XX века начали появляться новые модельные объекты. И, кстати говоря, это в биологии не всегда организмы. Я вот до этого говорил только про организмы, но в качестве модельных объектов иногда используются, например, и клеточные линии. Это тоже важный модельный объект. Это могут быть клеточные линии человеческих клеток. Понятно, что такое клеточные линии. Это какая-то разновидность, какой-то тип клеток, которые культивируют на искусственной питательной среде. Одна из таких самых известных, наверное, клеточных линий это раковые клетки, которые были получены от женщины больной раком шейки матки. И эти раковые клетки называются клетки линии Хе-Ла. Они существуют в лабораториях, начиная с середины или конца 50-х годов, кажется, до сих пор прекрасно живут и размножаются, что доказывает потенциальное бессмертие раковых клеток. А почему тут приведено такое название? Потому что один такой экстравагантный биолог решил, что их надо описать как новый биологический вид. Дело в том, что у раковых клеток много особенных свойств. Одно из этих свойств – это нестабильность генома, то, что у них меняется, например, число хромосом. И у этих клеток хромосомный набор совсем не такой, как у нормальных клеток человека. У них не 46 хромосом, а 82. они очень сильно отличаются от нормальных клеток. А кроме того, они такие живучие, что они часто размножаются не там, куда их посадили люди, а где-нибудь еще. Например, ухитряются загрязнить другие клеточные культуры. То есть ведут себя отчасти действительно как такой новый независимый вид. Ну и он стал говорить, вот смотрите, это эволюция в действии. На наших глазах от человека произошел новый вид одноклеточных организмов, давайте присвоим латинское название и будем изучать как новый организм. Ну что-то, его кажется, особенно другие биологи не поддержали энтузиазм, это ни у кого не вызвало. Вот. Но вообще идея такая была. Ну и вот, кстати, часто раздаются голоса. Это одна из новостей таких последнего времени конца 20-го, начала 21-го века. Требования защитников животных, сторонников этического обращения с ними. Еще поговорим, что вообще, может быть, совсем не нужны эти модельные объекты. Например, зачем испытывать лекарства на мышах? «Давайте выпустим всех мышей на волю из лаборатории». Доходит до того, что взламывают лаборатории, выпускают из клеток лабораторных мышей и крыс и выпускают их на улицу, что является, как вы понимаете, просто откровенным зверством, потому что эти лабораторные животные в дикой природе обречены на быструю гибель все. То есть выпустить их на волю из лаборатории все равно, что их убить просто все. Да еще без всякой пользы для общества. Вот, давайте мы лучше будем испытывать лекарства на клеточных линиях человека. Это и вроде как и надежнее, потому что клетки человеческие, и вот мыши, значит, не будут страдать, не будут мучиться. Ну, к этой проблеме мы, может быть, еще вернемся, но кратко я могу объяснить, почему это не так, потому что на самом деле на культуре клеток далеко не все можно установить. Ну, например, у некоторых лекарств есть не только мутагенное действие, вот вызывает ли лекарство мутации, может ли оно привести к раку, можно установить как раз на клеточной культуре, но это ратогенное, оно может вызывать нарушение развития и врожденное уродство. Ну, как это установить на культуре клеток? Естественно, никак. Это можно установить, только испытывая это лекарство на беременных животных. И когда этими правилами пренебрегали, то это неоднократно на самом деле приводило к страшным трагедиям, наиболее известных которых, известные из которых эта трагедия с лекарством Теледомид. Вот, правда, неизвестно использовали беременных крыс. И результаты были не очень определенные, потому что у крыс оно вообще не вызывало ничего, кроме небольшого снижения подвижности. Ну, его быстро выпустила фирма на рынок и выяснилось, что если женщина в определенный критический период беременности принимала хотя бы одну таблетку этого лекарства, то в очень высоком проценте случаев у нее рождались дети с врожденными уродствами, чаще всего с вот такими укороченными конечностями. И этим детям еще повезло, что у них пострадали только передние конечности и остались целые ноги. Ну, вот, опять же, меня поразило, что защитники животных говорят, ну, вот, вы видите же, его же испытывали на крысах и ничего не обнаружили. А если бы испытывали на ста видах животных, то на каком-нибудь виде наверняка бы что-нибудь произошло, потому что все животные отличаются друг от друга от человека, и поэтому все равно использовать животных бессмысленно. Не будем же мы каждое лекарство испытывать на всех млекопитающих. Ну да, действительно не будем, но если бы его испытали на обезьянах, то можно было бы эту трагедию предотвратить. А если его испытают даже не на обезьянах, а на трех там видах млекопитающих из разных отрядов, то вероятность того, то вероятность того, что мы что-то такое пропустим, естественно, уменьшится. Поэтому вывод прямо противоположный. Надо использовать не просто культуру клеток и мышей, а надо использовать культуру клеток мышей, кроликов и поросят или обезьян, в зависимости от того, что проще. И тогда мы сможем в будущем избежать таких трагедий. Кроме того, на самом деле есть сейчас современные методы работы с мышами. Можно приблизить мышь по многим параметрам к человеку, об этом мы поговорим отдельно, когда дело дойдет до мышей. Но оказывается, что во многих случаях, в некоторых случаях, действительно можно обойтись без мучений млекопитающих и изучать болезни человека даже на мухах, круглых червях и даже на дрожжах. Все по той же самой причине, что гены оказались во многих случаях очень устойчивыми и многие из них есть не только у человека и мыши, но видите, у человека и мыши все гены, которые там кого-то интересовали, которые связаны с разными заболеваниями человека, просто присутствуют в 100% случаев. То есть мышь – это почти что человек. Но какой-то заметный процент этих генов есть и выполняет те же самые функции у плодовой мушки, какой-то процент есть у червей и какой-то уже, хотя меньший процент есть и у дрожжей. Тоже мне придется немножко спойлерить, да, вот на дрожжах было сделано много замечательных открытий всяких, но, пожалуй, главное открытие, и Нобелевская премия за него за него была вручена за это открытие. Это было открытие генов, которые управляют клеточным циклом, то есть механизмами вступления клетки в деление, метоз. Так вот, выяснилось, что хотя общие предки человека и дрожжей жили не меньше миллиарда лет назад, некоторые гены, которые управляют делением клеток, настолько похожи у человека и дрожжей, что если у дрожжей произошла мутация, которая нарушает работу какого-то белка, и из-за этого дрожжи не могут нормально делиться, отдельный вопрос, как их размножать при этом в лаборатории, но это придумали, как это можно делать, то можно взять человеческий ген, ставить его в эту клетку дрожжей, и человеческий белок заменят дрожжевой, и эти дрожжи выздоровеют благодаря белку человека. То есть такие случаи есть, и это широко используется в наши дни, ну в частности потому, что действительно очень сильно возросли этические требования к работе с так называемыми высшими животными. Ну каких животных мы считаем высшими? Каких? Как вы думаете? Кого мы считаем самым высшим животным? Ну человека, а каких остальных животных мы считаем высшими? Чем ближе родствен животное человеку, тем более высшим мы его считаем, хотя это совсем не так. Значит, после человека самые высшие животные это человекообразные обезьяны, с ними вообще работать практически стало невозможным, еще кое-где их предлагают через суд наделить частью человеческих прав, может быть, и не так уж плохо, кстати, было бы, чтобы, например, шимпанзе, которые отработали всю жизнь в лаборатории, могли выходить на пенсию, как люди. Вот. Ну, чуть-чуть, значит, подальше от человека там собаки, еще подальше мыши, еще подальше птицы, еще подальше там лягушки, рыбки, еще подальше мухи. С мухами уже все-таки немножко проще. Вас никто не будет ругать за то, что вы в своей лаборатории мучаете мух и плохо с ними обращаетесь. Вот с лягушками и рыбами, да, там уже все не так просто, и чтобы любая статья могла быть вообще опубликована в научном журнале, сейчас требуется ее одобрение специальным этическим комитетом, да, вот. И поэтому проще работать с кишечной палочкой, плодовой мушкой или растением орбидопсисом, чем с мышами или тем более приматами, хотя в некоторых случаях это приходится делать. Вот, видите, ученые там говорят, что вот наша ошибка состояла в том, что мы внедрили в геном вот этой вот мыши ген, который отвечает за политическую активность, и теперь эта мышь, значит, там проповедуют перед остальными, чтобы они требовали лучших условий содержания, больше часов на сон, и вообще всячески боролись за свои права. Вот. Но на самом деле пока, по крайней мере, мыши за свои права еще не борются в лабораториях, но ученые и не только биологи, а там всякие другие специалисты по этике, философии и так далее активно этим занимаются. Вот. Иногда, правда, они дают маху, я про это не буду рассказывать на основной лекции про мышей, и удается как-то протолкнуть такие вот работы удивительные, которые просмотрел явно этический комитет. Вот в одном из исследований удалось заменить клетки мозга, мыши, на человеческие. Это, правда, были не нервные клетки, а вспомогательные клетки, глиальные. Оказывается, они у человека имеют довольно серьезные особенности. Там более крупные размеры, и, конечно, интересно было посмотреть, что будет с такой мышью, с человеческими глиальными клетками. Вот. Оказалось, что она заметно поумнела по сравнению с нормальными мышами, хотя в человека, правда, не превратилась. Вот. Ну и... Тем не менее, вот я говорил, что можно создать собственный модельный объект, к концу 20 века сформировалась вот такая вот обойма самых главных модельных объектов. Все они вошли в тот календарь, о котором я говорил в начале. Там есть, правда, и некоторые другие модельные объекты. Здесь отсутствует, правда, вирус, бактериофаг, фаглямда. Но это, наверное, потому что он не совсем живой. Его могут не считать живым организмом. Значит, кто это определяет, по чьей версии. Это самые главные модельные объекты конца 20 века. Есть такой National Institute of Health, наверное, NIH в Соединенных Штатах Америки, которые распределяют большую часть финансирования на биологические исследования. Вот он и решает какой-то специальный комитет внутри этого института, что считать самыми главными модельными объектами. И все усилия были сосредоточены на них, но мы к этому списку еще вернемся. Но, конечно, бывали случаи, когда приходилось, так сказать, от этого списка отступать по разным причинам. Потому что, как я уже говорил, для некоторых особенных целей нужны особенные модельные объекты. Вот я их назвал плохими, хорошими, потому что во многих отношениях такие модельные объекты очень неподходящие по сравнению со всеми остальными. Одним из них оказался такой вот крупный брюхоногий моллюск, родственник улиток, хотя и без раковины, аплизия, или, как его называют, морской заяц. Есть некоторые виды аплизии, которые по размерам действительно с зайцем. Вот такие. Одни из самых крупных брюхоногих моллюсков. Но это аплизия калифорника, на которой работают нейробиологи. Она помельче, но тоже такая вот здоровая достаточно. Морской уже сложности, потому что морской аквариум это до недавних пор была вообще очень большая головная боль. Но сейчас-то это проще стало содержать в лаборатории морской аквариум. А еще на моей памяти вот в Москве, например, там вообще было два учреждения, где был морской аквариум, и это считалось таким высшим достижением вообще техники, чтобы можно было держать морских животных в лаборатории. Крупный, довольно мелко, довольно медленно размножается, в лаборатории размножается плохо. Только уже, кажется, в 21 веке только в одном месте в Америке удалось наладить размножение этих аплизий. У нее из яиц выходят личинки, которые живут толще воды, и вот там выращивают аплизии для всех остальных лабораторий, и их там надо покупать. Страшная головная боль, правда? Значит, чистых линий никаких нет. Генетические манипуляции, генетическую трансформацию, методы генной инженерии, если я разработал это совсем-совсем недавно, ну какой же это модельный объект? Но есть два преимущества, которые все это перевесили. это особенности строения нервной системы этого объекта. А особенности эти заключаются в том, что, во-первых, у этого моллюска всего около 10-20 тысяч, 10-20 тысяч нервных клеток во всей нервной системе. У человека почти 100 миллиардов, у мыши 50 миллионов, а здесь 10 тысяч. И, во-вторых, большинство этих нервных клеток крупные, и каждая сидит строго на своем определенном месте, то есть у всех представителей данного вида нервная система устроена практически одинаково. Каждый нейрон мы можем узнать в лицо, пронумеровать, да еще и из некоторых из них такого размера, вот эти наиболее крупные нейроны, так вот они выглядят под обычным бинокуляром, диаметром почти в 1 миллиметр. Это самые крупные нервные клетки, которые вообще бывают у животных. Ну и это оказалось очень важным, потому что их можно регистрировать электрически, ну про этот объект будет отдельная лекция, подробно я сейчас не буду в это вникать. Кроме того, их оказалось достаточно легко извлекать из тела этого моллюска и культивировать в чашке Петри, и они там растут, снова образуют свои отростки. Ну а в последнее время можно, например, извлечь одну такую клетку и полностью определить, какие гены в ней работают, какие белки именно в этом конкретном нейроне присутствуют. Исследовать ее, как говорят, транскриптом все молекулы РНК и протеом, весь набор белков такой клетки, такого нейрона. Ну и это преимущество оказалось настолько существенным, что вот это стало одним из главных, этот моллюст стал одним из главных модельных объектов в нейробиологии. Один из американских ученых Эрик Кандал с помощью этого модельного объекта, который он стал активно изучать первым, расшифровал основные базовые клеточные и молекулярные механизмы памяти и получил за это Нобелевскую премию в юбилейном 2000 году на заре 21 века. Про это будет подробный рассказ. Ну да, вот у дрозофилы много преимуществ по сравнению с другими модельными объектами, это я уже говорил, но и в 20 веке бывало так, что люди, которые начинали заниматься чем-то нестандартным, получали удивительные новые результаты, надо было только нащупать, где искать. Вот не всегда надо искать все-таки под фонарем, потому что там светлее, с модельными объектами, это примерно так, на самом деле. А иногда надо все-таки от этого фонаря отойти, ну и вот на самом деле это тоже модельный объект, конечно, это такая инфузория, это трахимена переформис из всех инфузорий, это главный модельный объект. Но все-таки организм довольно необычный и очень не похожий на человека, со множеством своих ну и одна из особенностей этой инфузории заключается в том, что у нее, как может быть вы помните из школьного курса два ядра, большое и малое. Ну и малое ядро вообще нужно только вроде для полового размножения, а большое ядро, как говорят в школьном учебнике, управляет жизнью клетки. Что значит ядро управляет жизнью клетки? Это значит, что там работают гены, синтезируются молекулы РНК, потом с этих РНК считываются все белки. И поэтому она действительно управляет ростом клетки, делением, функционированием, то есть управляет жизнью клетки. Ну и оказывается, у большинства инфузорий, и в том числе у тетрахимены, в этом большом ядре очень удивительный геном. Вот я не вижу там крупные хромосомы, которые есть в исходном ядре после полового размножения, режутся на маленькие-маленькие кусочки, так называемые микрохромосомы. Вот. Ну а для того, чтобы хромосома могла вообще существовать и нормально функционировать, в частности удваиваться, оказывается, у этих хромосом на концах должны быть специальные такие участки, теломеры особого строения. И для того, чтобы их синтезировать, клетке нужен специальный фермент теломераза, который не дает этим концевым участкам хромосом укорачиваться. Если теломераза в каких-то клетках не работает, то хромосомы в таких клетках при каждом цикле деления на несколько сотен нуклеотидов укорачиваются. И постепенно это укорочение доходит до участка, где содержатся какие-нибудь важные гены. После этого все потомки этой клетки гибнут. То есть клетки, в которых не работает таломераза, не обладают бессмертием. Вы, наверное, уже догадались, что в раковых клетках работает таломераза. И поэтому они обладают бессмертием, как правило. Ну и вот ученые, которые заинтересовались этой проблемой, этой таломеразой, в частности, первой вот была Элизабет Блекборн, сообразили, что если у этой инфузории в ядре где-то несколько миллионов хромосом, и каждый это действительно так, и каждой такой хромосоме надо приделать таломеры, то там должно быть очень большое количество этого фермента, и его можно оттуда выделить и изучить его свойства. И благодаря такому странному экзотическому строению генетического аппарата инфузории это действительно удалось сделать, но это женщина и двое других ученых, которые там с ней взаимодействовали, общались, обменивались идеями, получили за эту работу Нобелевскую премию. Ну а в 21 веке с одной стороны конкуренция усилилась, конечно, и требования к быстроте публикации научных статей еще увеличились, и в нашей стране в том числе, и это во многих случаях пошло пожалуй не на пользу науке. Вот. И поэтому приходится искать вот такие быстро размножающиеся короткоживущие объекты самых разных группах организмов. Например, одним из модельных объектов при изучении старения стала такая африканская рыбка, которая живет в временных пересыкающих водоемах. У нее икра устойчива к пересыханию, но она где-то там ее прячет или на дне водоема. В течение засушливого периода, который длится там большую часть года, икринки эти впадают в анабиоз, а за оставшуюся часть года, которая длится там, не знаю, три или около того месяца, рыбки вылупляются, взрослеют, размножаются, стареют и умирают. То есть вся жизнь такой рыбки продолжается всего несколько месяцев. И их активно изучают те, кто занимается старением. Ну, коллективный характер науки тоже в 21 веке усилился, особенно это касается тех работ, которые связаны с расшифровками геномов живых организмов. Количество расшифровываемых уже известных геномов лавинообразно нарастает. Вот тут есть такая карикатура, что следующую неделю тебе придется провести, печатая список всех соавторов своей работы. Вы думаете, это шутка? Нет. Рекорд это, кажется, пять тысяч человек. Есть научная статья с авторами, которые являются пять тысяч человек. Так что это шутка, в которой есть доля истины. Ну и поскольку детальность научных исследований все больше и больше и больше возрастает, то все больше, пожалуй, что процент научных статей посвящено вот этим топ-моделям. Вот видите, вот до середины 20 века, до второй половины 20 века примерно одинаковое количество статей было посвящено крысе и мыши и остальным животным. Дальше, после того, как появились методы генной инженерии, появилась возможность целенаправленно менять геном мышей, ситуация изменилась. вот это все остальные животные, ну да, количество публикаций возрастает, но число публикаций по крысам и мышам возрастает быстрее, разрыв между крысами и мышами и всеми остальными животными растет, до сих пор продолжает расти. Тут тоже показана динамика публикаций, но там, кстати, большая выборка на предыдущие, а здесь это в основном статьи связанные с генетикой, это небольшая выборка статей, поэтому количество их общего гораздо меньше. Если вы обратили внимание на цифры, то тут видите, сотни тысяч статей, то есть это, видимо, все статьи, которые удалось найти в базах данных, а здесь речь идет все-таки о десятках тысяч статей, то есть это какая-то выборка публикаций по генетике, но тоже видите, вот это крысы и мыши, причем крысы, сначала сильно лидировали, а потом, видите, многие ученые перешли на мышей. Разберем почему. Сейчас ситуация, кстати, обратно меняется. Сейчас крыши снова ушли в отрыв за последние пару десятков лет. А вот это в сравнении с ними публикации на остальных модельных объектах. где-то там ниже плинтуса. Тут эти публикации по остальным модельным объектам даны в другом масштабе просто. Ну и тоже видно, что судьба их немножко разная. Вот арбидопсис, например, появился недавно, и вот так идет по экспоненте вверх. Дрозофила остается среди всех животных, кроме мышей и крыс, лидирующим объектам, находится на третьем месте. Какие-то модельные объекты показывают рост, а вот, например, шпорцевая лягушка, ксенопус, росла, а вдруг, видите, раз, раз, и стала уменьшаться, и на ней работает гораздо меньше народу. Тоже обсудим, почему это так. Вот. Ну и в процентном отношении, в пропорции, как показывает вот этот график, число работ на немодельных объектах падает. Вот. И тем не менее, даже вот эта официальная, но в кавычках, инстанция, вот этот Национальный институт здоровья США, в начале 21 века расширил список модельных объектов. Включил туда, кроме, ну давайте я их назову, кроме кишечной палочки и коле, резуховидки маленького сорняка, еще и малярийного плазмодия, кроме пекарских дрожжей, которые там были до этого, еще один из видов плесени, не распору, краса, включил вот того самого следевика, о котором я рассказывал, диктеостелиума, ну это нематода, которая там и так была, дрозофила была, а кроме дрозофилы, второй вид членистоногих, дафнию, водяную блоху, дафния пулекс, кроме того, третий вид членистоногих, кроме дрозофилы и дафнии, медоносная пчела туда попала, странно, что не попал, кстати, малярийный комар, должен был бы, среди хордовых туда попал один из видов остыдей, таких примитивных хордовых, морских сидячих животных, ну там и раньше была шпорцевая лягушка и рыбка Данио, мышь, крыса, человек, человек тоже может быть моделью самого себя, он входит в список модельных объектов, вот, и ту самую инфузорию татрахимену, а также одноклеточную водоросль хламидомонаду, но понятно, что этим на самом деле список не исчерпывается, и в каком-то смысле вот сейчас возникли предпосылки для того, чтобы этот список расширялся, потому что некоторые важные части научных исследований в 21 веке благодаря прогрессу технологий сильно подешевели, но здесь правда это немножко график не к силу не к городу, потому что это стоимость расшифровки одного генома человека на самом деле показана, вот в начале 21 века стоимость расшифровки одного индивидуального генома человека составляла сто миллионов долларов, это какая-то логарифмическая шкала, надо было потратить сто миллионов долларов, чтобы расшифровать чей-нибудь геном, ну а сам исходный проект генома человека, он был, видимо, самым дорогим за всю историю вообще научных исследований, даже чуть ли не дороже ядерного проекта, потому что на него было потрачено больше трех миллиардов долларов. Дальше постепенно снижение снижения, потом резкое снижение, потом еще один какой-то новый метод изобретен, еще более резкое снижение, и к 2015 году, ну кажется, тысяча долларов это еще немножечко, это прогноз был такой, это еще не достигнуется, но около того. Никто, конечно, не предполагал, что прогресс будет таким быстрым. Это скорость удешевления расшифровки геномов, чтение нуклеотидных текстов, а это очень важный аспект исследований научных, опередило все прогнозы. Ну и, соответственно, если в начале XX века публикации, например, по геномам растения, расшифровать геномы растения довольно сложно, было очень мало, всего считанные какие-то единицы первые, то дальше это число публикаций лавинообразно нарастало и продолжает расти. Ну и тут тоже показано, не будем в эту таблицу глубоко вникать, там стоимость всяких манипуляций с разными модельными объектами, сколько стоит купить одну, мышь там чистой линии, вот, надо посмотреть это в компьютере, я лучше тут увижу, какая нужна площадь, вот, и сколько стоит там, сколько стоит провести некую генетическую манипуляцию, генетическую что тут показано, число организмов, которые можно купить за 10 долларов, а вот эта строчка, например, число организмов, которые можно купить за 10 долларов, значит, за 10 долларов вы сможете купить две линейных мыши, 50 мушек дрозофил, 40 круглых червей, что-то маловато, 2 миллиарда клеток дрожжей, ну это так, для смеха, они поместили, вот, а вот тут вот сколько стоит, значит, что сделать, получить нокаутную линию, у которой отключен какой-то ген по вашему выбору, и вы можете узнать, например, выполняет ли он жизненно важную функцию, будет ли без него организм вообще доживать до какой-то взрослой стадии, к примеру, вот, это удивительные, конечно, цифры, оказывается, получить нокаутную линию мышей, просто, чтобы за вас ее сделала фирма, для мышей там все-таки довольно дорого, 5 тысяч долларов, да, а вот для плодовой мушки дрозофилы 75 долларов, вообще, смешная цифра-то, вот, ну и в этом, конечно, большое преимущество модельных объектов, которые они сохраняют, что с ними тоже стало работать дешевле, вот, но при этом появилась возможность расширить набор модельных объектов за счет других организмов, ранее немодельных, это мы пропустим, вот, то есть больше появилась свобода выбора, вот вам что-то интересно, например, интересно, как генерацию планарий, ну, выбираете какой-то вид планарий, значит, отрабатываете методику его культивирования в лаборатории, дальше сами там вводитесь с разработкой методов генетического анализа, генетической трансформации и так далее. вот такое замечательное существо, там, голый землекоп, единственное эосоциальное млекопитающее, которое живет такими семьями, как муравьиные семьи, где есть одна матка, которая размножается, остальные рабочие особи ее обслуживают там вместе с самцами, единственное млекопитающее по-настоящему нетеплокровное, вот, другие всякие у него интересные особенности есть, например, он нечувствителен ко многим видам боли, он, соответственно, может жить при очень высокой концентрации углекислого газа, которая для человека смертельна, там, и так далее, ну, а самая его интересная особенность заключается в том, что почти все грызуны такого размера, как этот голый землекоп, я, кстати, не знаю, какого он размера, но, кажется, рабочий чуть больше мыши, а матка там чуть побольше, вот такая какая-то, что они все живут обычно не больше 3-4 лет, а эти матки голых землекопов доживают до 30 лет, и вроде как даже в 30 лет продолжают нормально размножаться, и не имеют никаких видимых признаков старения, вот, давайте сделаем его модельным объектом, и посмотрим, почему он так медленно стареет, и, кстати, почему он так редко болеет раком, есть такие виды млекопитающих, у которых раковые заболевания встречаются намного реже, чем у человека, и иногда это очень удивительно, что вроде бы, чем дольше организм живет, и чем больше у него клеток, тем чаще у него должен возникать рак, а вот известно, например, что слоны, и, по-видимому, киты, очень редко болеют раком, и есть целый такой раздел, вот такая сравнительная сравнительная онкология, когда ученые сравнивают такие организмы с человеком и пытаются понять, в чем состоит разница, какие у них способы защиты от раков, вот у голоземлекопов, у слонов, у китов, довольно много про это уже известно, надо сказать, и, может быть, это поможет. А вот мы хотим изучать регенерацию не целого организма на планариях, а хотим изучить регенерацию на уровне отдельной клетки. Вот прекрасный модельный объект, есть такая крупная инфузория пресноводная, голубой стентр, стентр церрулеус, его клетку можно разрезать на несколько частей, и дальше смотреть, как из этих частей снова восстанавливается целая клетка сложной структуры, это будет наш модельный объект. Вот, ну а нас интересует, как идет эволюция у позвоночных животных, вот мы возьмем там какую-то девятииглую, кажется, колюшку, гастростус, окулятус, вот у нее есть популяции, которые живут в море, а есть популяции, которые заселили разные пресные озера, причем известно, когда они туда проникли, и как за это время, и почему изменилась их морфология, что влияло на ход их эволюции. Неожиданно такая рыбка, которой никто особенно не занимался, стала одним из главных модельных объектов эволюционной биологии в 21 веке. У нас тоже есть ученые в Москве, которые активно ею занимаются. Ну, а вот с приматами работать очень сложно, они вообще большие, размножаются медленно, а все-таки приматы ближе всего к человеку. Давайте поищем среди приматов, какие есть подходящие модельные объекты, которых никто до сих пор не использовал. Вот, мышиный лемур, ну, не очень близкий к человеку вид среди приматов, но все-таки довольно близкий наш родственник. Оказывается, его легко содержать в лаборатории, он достаточно быстро размножается. Вот, нельзя ли на нем проводить какие-то научные исследования, которые раньше проводили на обезьянах. Вот, и это, конечно, очень радостно. Вот, видите, была даже такая статья мне попалась, когда я в прошлый раз готовился к этой лекции, которая называется немодельные модельные организмы. Речь идет как раз вот про такие новые модельные объекты, которые недавно были введены кем-то, кому они приглянулись. Ну, это инфузория, это трахимена, это все-таки на самом деле настоящий модельный объект, а вот это такая амеба, наглерия, которая очень легко превращается из амебы в жгутиконосца, в клетку со жгутиками, и поэтому на ней удобно изучать обе формы подвижности, амебоидную клеточную подвижность и подвижность с помощью жгутиков. Кто-то этим заинтересовался, сделаю своим модельным объектом. Ну, а про это тоже можно коротко упомянуть. У инфузорий туфелек бывают такие штаммы, разновидности, чистые линии, можно так сказать, которые при содержании с другими инфузориями вместе их убивают. Это давно было известно, что есть такие туфельки-убийцы. Ну, и известно было, что они выбрасывают во внешнюю среду какие-то частицы, а когда другие инфузории эти частицы проглатывают, то в организме этих других инфузорий что-то такое нарушается, и они из-за этого гибнут. И понятно, что частицы проглатывают все, но те инфузории, которые имеют их внутри себя, устойчивы к их действию, почему-то не гибнут, а те, которые не умеют, не устойчивы. Ну, и с этим стали разбираться, там разные теории на этот счет были, там очень такая запутанная история детективная с изучением этих частиц. В общем, оказалось, что частицы это бактерии, которые живут в цитоплазме инфузории убийц, а внутри этих бактерий образуются такие специальные белковые тела, структуры, вот они называются R-тела. И когда чувствительные инфузории проглатывают таких бактерий, то внутри пищеварительных уколей меняется кислотность среды, в более кислой среде эти R-тела, которые представляют собой белковые ленты, вот так вот разворачиваются, пробивают стенку пищеварительной эвакуолии, а из организма бактерии, тогда в организм этой инфузории попадает какое-то ядовитое вещество, токсин, и ее убивают. Ну и почему их надо вообще изучать, возникает вопрос, что в них интересного такого. Ну, во-первых, интересно, как работает соответствующий белок, как получается, что он меняет свою форму, и вот из такой катушечки становится такой длинной лентой, причем интересно, что эти изменения обратимы. Если обратно его поместить в нейтральную среду, он опять свернется, потом опять развернется. А потом кому-то пришло в голову, а что если таким же образом в эту бактерию внедрить какое-нибудь лекарство вместо яда, и тогда мы сможем целенаправленно доставлять его в клетку и эти РТЛА использовать как вот такую нанотехнологию. Попробовали, вроде бы получается, ну и поэтому про них написали в этой статье. допустим, нам хочется изучать механизмы обоняния. Кстати, не так давно удалось раскрыть, за это была вручена Нобелевская премия уже в 21 веке, одна из тем, кто смог это сделать. Ну как раньше, мы брали животное самое доступное, на ком изучать обоняние? Ну на мышах, конечно. На мышах, на крысах изучили, получили Нобелевскую премию. А сейчас появилась возможность сравнить репертуар белков, которые отвечают за обоняние, ну а богатство как бы таких обонятельных представлений о мире зависит от числа белков, которые отвечают за обоняние. Их, кстати, оказалось у млекопитающих на удивление много. Сколько примерно генов, которые кодируют белки у человека? Знает кто-нибудь вот интересно? Сколько есть в геноме человека генов, которые отвечают за синтез разных белков? Нет? 33 гена? Нет, ну что вы, количество белков в нашем организме это много тысяч. И это еще не считая антител, которые отвечают за иммунитет. Нет, порядка 20 тысяч. Причем эта цифра оказалась для ученых удивительно низкой. До того, как расшифровали геном человека, все были уверены, что их во всяком случае больше 100 тысяч, а кто-то предсказывал, что их может быть 500 тысяч. Оказалось, всего 20 тысяч, хотя белков по некоторым причинам гораздо больше. Так вот, из этих 20 тысяч генов оказывается в среднем около тысячи, а иногда даже больше отвечают за обоняние. Где тут человек? Сейчас мы найдем человека. Вот у человека таких генов всего 800 работающих, а нет, это красные работающие, всего 400 работающих и 800 испорченных осталось, которые не работают. Значит, у нас, у шимпанзе, у орангутана очень плохое обоняние, но вообще у всех приматов. Их называют иногда микросматики, такие с плохим обонянием организмы. Зато у нас очень хорошее зрение по сравнению с другими млекопитающими. Их эволюция шла в противофазе. Значит, вот у мышей, у крыс, у них, как я уже говорил, нормальное обоняние, у них тысячи генов. Представляете, из 20 тысяч, которые всего есть, целая тысяча, каждый пятый ген отвечает за обоняние. Вот. Ну, у кого-то там чуть-чуть похуже, у кого-то получше. вот видите, у собаки, где тут собака, у собаки оказывается 800, не самый острый нюх, хотя он зависит еще от площади поверхности обонятельной, не самое разнообразное представление о мире. Вот больше, например, заметно у лошадей, и оказывается у коров тоже. Оказывается, у коров и лошадей более разнообразное представление о запахах, чем у собак. А так и не подумаешь, правда? Ну, а чемпионом, видите, оказался слон, у которого разнообразие обонятельных рецепторов самое высокое из всех, по крайней мере, изученных млекопитающих. Вдвое больше, чем у собаки. Вот у кого самый лучший нюх, оказывается. И если мы хотим изучить такие максимальные возможности в обонянии, которые встречаются вообще у млекопитающих, ну, теперь мы знаем, на ком. Придется сделать слона модельным объектом. Вот. Ну, а в заключение этой лекции я все-таки немножко расскажу про те модельные объекты, которые вошли в календарь биомолекулы и которым будут посвящены очередные следующие лекции этого курса. Вот, значит, я уже говорил, что в число этих модельных объектов вошел такой бактериофаг кишечной палочки, кстати, факлямда. Следующий модельный объект это сама кишечная палочка, бактерия, которая обитает в кишечнике человека и обычно является безобидным коменсалом. Дальше среди грибов были выбраны два модельных объекта, обыкновенные пекарские дрожжи и плесень, как-то ее там называют особо нейроспора красцем. Среди растений один модельный объект резуховитка таля, тот самый маленький сорняк, ну а остальные это животные. Аплизия, морской заяц, про него я уже немножко рассказывал, и второй модельный объект там поместился с аплизией на той же странице календаря. Это один из видов кальмаров, расскажу сейчас почему про него будет идти речь. Дальше цинорабдитис элеганс, круглый червь нематода и плодовая мушка дрозофила дрозофила меланогастор. Ну а остальные модельные объекты относятся к позвоночным и это такая маленькая аквариумная рыбка полосатая данью, африканская шпорцевая лягушка ксенопус левис, из птиц зебровая амадина, обыкновенная курица, домашней курицей называют и дарвиновые вьюрки. Вот исключение, всюду речь идет про виды живых организмов, а дарвиновые вьюрки это целое подсемейство птиц, которые туда попали в этот список. Два вида грызунов, домовая мышь и серая крыса, ратус норвегикус, ну и два вида приматов, обыкновенная игрунка и макак резус. Вот, давайте про каждый из них я несколько слов скажу, но прежде всего что я хочу сказать, что вот этот сайт биомолекула, он не только выпустил календарь, посвященный этим модельным объектам, который вы сможете взглянуть, кстати, после конца лекции, может быть интересно на него посмотреть, но и запустил такой спецпроект и про каждый из этих модельных объектов собирается опубликовать небольшую, правда, и не очень подробную статью. Эта статья, она лекцию не заменит, конечно, ни в какой степени, но и пока из этих самых статьи вышло только две. Вот, есть статья на данный момент про фага лямбда и про кишечную палочку. Значит, бактериофаги, вирусы бактерий прикрепляются к поверхности бактерии и, как оказалось, я, кстати, не знаю, на ком это было доказано, может быть, именно на фаге лямбда, впрыскивают внутрь бактерии только свою ДНК. Оболочка фага, которая состоит из белков, остается снаружи. Ну и когда это выяснилось, то это было сочтено одним из главных доказательств того, что именно ДНК хранит и передает наследственную информацию. Потому что что происходит после того, как фаг впрыснул свою ДНК в бактерию? Там что-то такое происходит, какие-то процессы, а после этого там образуются около сотни новых фаговых частиц, и бактерия гибнет, распадается на части, а эти новые фаговые частицы вываливаются во внешнюю среду и могут заразить новых бактерий. Вот такой процесс называется лизис. Но в процессе изучения вот этого фага выяснилось, что иногда фаг заражает бактерию, впрыскивает туда свою ДНК, а бактерия после этого не погибает и продолжает делиться. А если потом на потомков такой бактерии посветить ультрафиолетовым светом, то в ней начинается размножение фагов, и она гибнет. Это явление было названо лизогенией. Ну и выяснилось, что при лизогении фаговая ДНК встраивается в хромосому бактерии. То есть образуется новая, как говорят, рекомбинантная ДНК. ДНК бактерии, а внутри нее ДНК этого вируса. Это, наверное, было первое из череды открытий, которое привело к созданию генетической инженерии. Как ни трудно догадаться. Ну вот. Ну и естественно, вы услышите много других всяких интересных подробностей про этого фага. Про кишечную палочку тоже надо сказать. Вот тут кишечная палочка облеплена этими как раз бактериофагами. видите, вот это кишечная палочка, а вот это бактериофагия. По объему они примерно в тысячу, в несколько тысяч раз меньше, чем кишечная палочка. Вот. Такая бактерия. Грамотрицательное, кстати, удивительное свойство многих, большинства бактерий, в том числе кишечной палочки, заключается в том, многие не подозревают об этом вообще, что клетка у них окружена двумя мембранами. У большинства живых организмов поверх цитоплазмы имеется одна клеточная мембрана, а вот у большинства бактерий, в том числе кишечной палочки, их целых две. Между ними есть межмембранное пространство и тоненькая клеточная стенка. Ну и она живет в кишечнике у человека и за ее изучение, видите, по подсчетам одного из видимо с этого сайта взял свою информацию календарь, было присвоено целых 12 Нобелевских премий, больше, наверное, только за мышей. Там вообще не поместилось нигде. В частности, вот эти ученые, Жакоб, Мануэль, Львов, именно на кишечной палочке расшифровали механизм регуляции работы генов. Очень важный. Ну а кроме того, кишечная палочка стала первым генетически модифицированным организмом полученным. Ну и на ней сейчас мы вернемся на минутку сюда, на ней были сделаны важнейшие общебиологические открытия, расшифрованные механизмы удвоения ДНК и в удивительно, кстати, короткие сроки был расшифрован генетический код. Все это сделано было благодаря кишечной палочке, поэтому вот в этом календаре, в лекции она названа волшебной палочкой молекулярных биологов или палочкой-выручалочкой. Вот. Но надо сказать, что надо сказать, что кроме того на ней проводится наверное самый масштабный и длительный эволюционный эксперимент вот он идет уже кажется больше 20 лет за это время. Сейчас уже это какой год? Это 2009 кажется. Еще прошло 10 лет. Этот эксперимент продолжается. Сейчас уже прошло больше 60 поколений кишечных палочек. Ну и там очень интересные на самом деле данные были получены и очень интересные масштабная методика работы. Вот. Можно про нее прочитать на сайте элементы заранее или потом после лекции. Ну а кроме того вообще-то говоря конечно полезно интересно хорошо бы еще бы дополнительно эти модельные объекты имели и какое-нибудь практическое значение. Ну и так иногда бывает. Например вот с орбидопсисом практического значения у нее нет даже как сорняк он не очень там опасный но вслед за орбидопсисом модельные объекты были выбраны среди растений самые важные. Можно сказать что модельными объектами стали рис, кукуруза, пшеница все их геномы сейчас расшифрованы активно изучается их генетика и физиология потому что это практически важные растения. Вот с кишечной палочкой в общем-то тоже дело так обстоит потому что бывают опасные для человека иногда даже вызывающие смертельные заболевания штаммы кишечной палочки. Ваша собственная кишечная палочка не приносит вам никакого вреда но если ваш организм случайно попадет чужая мутантная кишечная палочка то это может привести к тяжелой кишечной инфекции и нередко приводит к смертельным вариантам заболеваний поэтому все эти штаммы активно изучают и просто по медицинским соображениям что называется. Ну вот пекарские дрожжи они всем известны многие из нас ими пользуются и человек стал их использовать не осознавая конечно что это микроскопические одноклеточные грибы с глубокой древности при изготовлении вина пива хлеба все это разные разновидности одного вида пекарских дрожжей ну и главное что на них делают это тоже изучают молекулярную генетику клеточную биологию биохимию ну это наверное самый такой выдающийся результат Нобелевская премия это расшифровка механизмов клеточного цикла о котором я упоминал у многих модельных объектов есть их двойники с которыми их сравнивают и вот такой двойник до пекарских пачкующихся дрожжей это делящиеся дрожжи оказывается не все дрожжи размножаются пачкованием некоторые размножаются делением вот их часто сравнивают между собой и мне встретилось в очень таком продвинутом учебнике молекулярной биологии утверждение что это ближайшие родственники но это молекулярные биологи не представляют себе как дело обстоит на самом деле потому что на самом деле оказывается эти виды одноклеточных грибов настолько же примерно далеки друг от друга насколько человек далек от ланцетника вот примерно на таком уровне находится их родство вот эволюционные линии которые ведут к этим вот видам вот где-то тут пекарские дрожжи а где-то эти делящиеся сизосахаромицы с помби они разошлись там несколько сотен миллионов лет назад поэтому это совсем не ближайшие родственники ну а о следующем модельном объекте я уже говорил это вот этот маленький сорнячок резуховитка таля и на нем изучают в первую очередь генетику развития и физиологию растений потому что ну конечно физиологические процессы у разных растений различаются там одни предпочитают такие почвы другие сякие одни цветут при длинном дне другие при коротком но в общем все-таки физиология у всех растений более-менее одинаковая поэтому кроме общих вопросов физиологии на том же сорняке можно изучать например то как регулируется размер органов вот интересно кстати что эта проблема вообще очень слабо изученная в биологии оказывается вот мы даже об этом редко задумываемся потому что это как-то так очевидно вот сердце растет растет там вместе с человеком зарастает до определенного размера и перестает расти да или печень там росла-росла-выросла до какого-то размера почему она перестала расти и не растет дальше и почему если отрезать от нее половину то она регенерирует опять достигает часто исходного размера и опять перестает расти оказывается про генетические и биохимические механизмы вот такого простого казалось бы процесса как рост известно очень мало ну и вот на арабидопсисе как раз во многом в этом для растений удалось разобраться хотя бы частично вот ну а потом у всех растений есть вредители и все растения каким-то образом от них защищаются свои механизмы иммунной защиты у растений есть и при заражении вирусами и свои механизмы защиты есть при нападении насекомых да ну и они тоже конечно различаются у разных видов но тоже есть что-то общее поэтому на арабидопсисе изучают еще и вот эти вот процессы я не знаю о чем конкретно будет рассказывать лектор наш известный ботаник Владимир Викторович Щуп который будет эту лекцию читать но может быть он эти вопросы тоже затронет вот ну а про моллюсков вот так получилось что не только аплизия но и кальмар это один из самых таких вот неудачных модельных объектов какой только можно себе представить морской быстро плавает в лаборатории его содержать вообще невозможно до сих пор только временное содержание в аквариуме возможно и тем не менее да да еще и изучали его в Америке а к побережью Америки Атлантического он подходит только на 1-2 месяца в году представляете приходят эти кальмары надо быстро их выловить дальше они живут там пару месяцев в лаборатории а весь остальной год получается надо заниматься чем-то другим дико неудобно вообще вот тем не менее кальмар тоже сыграл очень большую роль в нейрофизиологии потому что как у аплизии есть гигантские нервные клетки так у этого кальмара есть открытые кстати вот этим вот ученым английским Джоном Янгом зоологом образом сослужил для физиологов большую службу да есть гигантские отростки нервных клеток аксоны диаметром в целый миллиметр ну и вот изучая эти аксоны вот этим двум английским ученым которые работали долгое время в Америке удалось разгадать основные механизмы работы нервной клетки в частности то как появляются в нервных клетках нервные импульсы ну и другие всякие интересные работы на этих кальмарах тоже были сделаны про аплизию я рассказывал на следующей там странице этого календаря вот описывается такая недавно во второй половине двадцатого века появившаяся топ-модель маленький размером всего в миллиметр почвенный червячок круглый червь ценорабдис элеганс вот начал его изучать тоже зоолог видимо большой оригинал вот этот вот человек я потом буду читать эту лекцию это моя часть курса расскажу про него немножко который вел этого червя в культуру разработал методы его культивирования и именно он послал культуру ценорабдисца Сидни Бреннеру а Сидни Бреннер сделал на этом черве многие важные открытия в частности начал изучать и частично расшифровал механизмы программированной клеточной смерти апоптоза вот ну и Сидни Бреннер еще двое ученых получили Нобелевскую премию за изучение этого червя с тех пор он остается одним из главных модельных объектов и он даже опередил дрозофилу в расшифровке генома это оказалось первым животным у которого целиком был расшифрован геном этот червячок ну а дрозофила стала модельным объектом прежде всего генетики в начале 20 века и таковым и остается правда сейчас на ней изучают не только генетику но и биологию развития и во многом физиологию в том числе нейробиологию физиологию поведения вот и процессы старения то есть область ее использования и кстати эволюционную биологию область ее использования со временем только росла ну и вот немножко забегая вперед тоже можно сказать что конечно то что именно дрозофила и к тому же еще именно этот вид дрозофила стал чуть ли не главным модельным объектом во всей биологии зависело конечно же от чистой случайности эта мушка попала из Европы в США только в середине 19 века и нескольким американским ученым пришло в голову начать ее культивировать в лаборатории и кому-то из них так и неизвестно на самом деле точно кому пришел в голову посоветовать Томасу Гент Моргану который интересовался биологией развития но решил начать разбираться с генетикой в качестве модельного объекта и Морган начал на ней работать и хотя он был очень скептически настроен в отношении того что гены находятся в хромосомах сильно в этом сомневался но именно ему выпало честь этого в результате доказать и он стал создателем хромосомной теории наследственности но про дирозофилы я тоже буду рассказывать сам про это расскажу отдельно ну вот а что касается шпорцевой лягушки сначала она не была модельным объектом хотя на амфибиях работали давно уже с 19 века и на лекции про эту лягушку я сначала расскажу про работы которые делались в основном на тритонах потому что за эти работы в области эмбриологии вот этот немецкий ученый Ганс Шпемен тоже сейчас секунду тоже получил Нобелевскую премиум это был один из двух биологов гитлеровской Германии которые эту премию получили причем в 1935 году кажется нацисты еще не запрещали ее получать своим ученым и Шпемен получил эту премию а следующий Рихард Домак человек который открыл первый сульфаниламидный препарат стриптоцит фактически был удостоен этой премии в 1938 или 1939 году и тогда уже получать ее было запрещено правда Домак к счастью благополучно пережил гитлеровский режим хотя его даже арестовывало гестапо там ненадолго и после войны он все-таки получил свою Нобелевскую медаль а денежная премия сгорела к тому времени ее он не получил но хотя бы получил причитающуюся почет а вот уже на ксенопусе на африканской шпорцевой лягушке это такая странная лягушка которая всю жизнь живет в воде и на сушу вообще не вылезает тоже была сделана конечно интересная работа сделан ее человек в конце 50-х годов это было впервые осуществленное клонирование животного из взрослой клетки вот этот английский ученый Джон Герден ну а Нобелевскую премию мы за это вручили в 2012 году пришлось ждать примерно сколько 50 55 лет вот часто ученым для того чтобы их заслуги были оценены по достоинству приходится жить долго правда надо сказать что занятия наукой продлевают жизнь ну вот ну вот про птиц я не взялся рассказывать я достаточно плохо знаю эту модельные объекты про них будут рассказывать сотрудники кафедры эволюционной биологии бяфакэмгу вот дебровая амадина это такая птица которая живет вообще-то в Австралии и Новой Гвинеи такая экзотическая но она очень легко содержится в домашних условиях для многих стала такими обычными домашними питомцами и поэтому видимо она оказалась первой птицей чей геном был расшифрован и которую широко используют во всяких исследованиях а вот домашняя курица да она была модельным объектом ну кого прежде всего эмбриологов конечно самых древних времен еще Аристотель изучал развитие куриного зародыша ну и так до сих пор эмбриологи и пользуются этим достаточно удобным хотя не во всех отношениях модельным объектом ну и сейчас геном домашней курицы тоже расшифрован и достаточно много известно не только про ее эмбриологию ну а вот третий модельный объект он вот стоит особняком потому что это целая группа видов это птицы дарвиновые вьюрки или ангелспезина сейчас кстати их относят к другому там какому-то семейству воробинообразных чем раньше тонагровым раньше того что это правда родственники вьюрков оказалось ничего подобного они только внешне на них похожи это птицы которые живут на Галапагосских островах на Галапагосском архипелаге и видимо именно они навеяли Дарвину первые мысли об эволюции ну он просто за ними там понаблюдал собрал их коллекцию привез в Африку господи в Англию и там английские орнитологи описали новые виды птиц ну а мысль об эволюции почему возникла потому что они нигде больше не встречаются а на Галапагосском архипелаге на каждом острове встречаются свои виды причем разные ну а откуда они там взялись ну не с неба же упали Дарвин решил что они там возникли в ходе эволюции вот а потом уже в 20 веке ими очень активно занялись эволюционные биологи последователи Дарвина была супружеская пара ученых я к сожалению не помню их фамилии но почти наверняка про них расскажут про эту историю которая прожила на Галапагосских островах непрерывно в довольно тогда не цивилизованных условиях больше 20 лет изучаете этих дарвиновых юрков и в смысле того как возникли эти виды чем они отличаются друг от друга как меняется генетический состав их популяции во времени это одни из самых изученных позвоночных животных до сих пор вот ну про мыши-крысу будет лекция которая как раз тоже доверена мне я про них буду рассказывать вот так получилось что довольно рано были созданы чистые линии мышей в декоративных целях и ученые получили их просто от торговцев начали активно заниматься в первой половине 20 века и вот так получилось что мыши вытеснили во многом других грызунов которые использовались до этого кроликов морских свинок комячков на них продолжали работать но уже в меньших масштабах да вот ну и на мышах используют извините я не могу никак отключить этот телефон вот на мышах работают в самых разных направлениях потому что это довольно близкий к человеку вид прежде всего конечно мышей используют как модели человеческих болезней вот больше всего ими занимаются как такой объект на которых можно смоделировать и изучить различные человеческие болезни но довольно много занимаются и другими темами например нейробиологией вот не так давно возник такой новый мощный необычный инструмент исследования работы нервной системы который называется оптогенетика слышали вы что-нибудь про него или нет в общем можно с помощью света управлять работой мозга специальных полученных с помощью генной инженерии мышей и таким образом очень многое узнавать про то как же мозги работают да вот приходится мыши просверливать такую дырочку в черепе через эту дырочку вставляется в мозг световод от этого световода идет провод но он вживляется в череп приживается и провод этот устроен таким образом что мышь свободно бегает по клетке в общем более-менее нормально себя ведет а мы с помощью света можем управлять ее поведением и получать всякие совершенно удивительные эффекты о которых я вам расскажу потом вот ну и про приматов будет отдельная лекция игрунка это такая маленькая обезьянка вот размером почти с этого мышиного лемура и тоже довольно далекая от человека игрунка живет в Южной Америке ну ее используют для изучения поведения в основном а макака резус это более крупная обезьяна из Юго-Восточной Азии я кстати посмотрел про нее оказалось что у нее самый широкий ареал из всех приматов современных широко распространена в Индии в Индокитае в Индонезии там в разных самых местах но она тоже служила важную службу для различных исследований вот чуть ли не несколько десятков тысяч этих обезьян отдали своей жизни ради того чтобы человечество могло в частности создать вакцину против полиомиелита ну и другие всякие работы на них проводятся вот таково будет вкратце содержание остальных лекций точнее про такие модельные объекты эти лекции будут прочитаны спасибо вам за внимание ну наши лекции рассчитаны примерно на полтора часа вот я так и рассчитывал что займу полтора часа может быть у вас возникли какие-то вопросы хотя я понимаю что эта лекция такая вводная тут конкретных вопросов особенно может быть и не будет да но если у вас есть какие-то вопросы то пожалуйста задавайте их да вопрос я попробую то есть планов можем ли мы сделать вывод вот на основании того что у плана больше его выгоден генов которые кодируют именно с двух связанных можем ли мы нет с обонянием да да что планы лучше всего лучше в мире я скажу сейчас про это значит как как вообще там устроена вот эта система я вряд ли буду про нее рассказывать ну просто про все не расскажешь хотя это имеет прямое отношение к модельным объектам потому что как я уже говорил расшифровано было на мышах не буду наверное рассказывать значит у нас есть обонятельные рецепторы в носовой полости такие нервные клетки с неподвижными жгутиками и оказалось что в каждой такой клетке работает один из этих генов то есть у слонов таким образом есть две тысячи разновидностей обонятельных рецепторов больше всех да при этом каждый такой рецептор белковый он взаимодействует с каким-то пахучим веществом на самом деле не с одним но с несколькими близкими похожими по структуре да вот ну и получается что в смысле способности различать разные запахи слоны действительно будут на первом месте потому что чем больше таких белков тем больше типов обонятельных рецепторов и тем больше значит разных типов запахов он может воспринять да а другая сторона обоняния это его острота то есть чувствительность к более низкой концентрации запаха вот это может зависеть от других каких-то факторов ну от чего например например от того насколько там хорошо прогоняется воздух через эту носовую полость там насколько большую площадь занимает этот обонятельный эпителий вот ну можно предполагать что у слонов с этим тоже все в порядке скорее всего но тут я ответа точного не знаю может быть у кого-то острота обоняние и выше так как так так как